ой смотрите что это неужели ко мне уже пришел дед мороз привет друзья сегодня с огромной радостью обнаружила что меня уже успели посетить наш дед мороз забугорный санта и папа ноэль и одарили меня подарками которые я хочу наконец распаковать некоторые лежат уже довольно таки давно все ждали пока сложится какая-то команда развеселая чтобы можно было все это вместе распаковывать и давайте начнем с таинственной посылки от таинственного папы ноэля как вот я не знаю не помню откуда папа ноэль произошел также я не помню вообще откуда эта посылка потому что пришла она мне от сергея но я хоть убей не помню чтобы я давала свой адрес какому-то сергею сергей если ты меня смотришь пожалуйста просвети меня на этот счет и успокой что у меня не раздвоение личности пока я сплю моя вторая личность дает всем адрес в общем таинственная посылка от того ужасно любопытная так что давайте ее сразу откроем и посмотрим что там откроем какую-то тайну возможно это вообще не мне посылка возможно я случайно забрала чужую и мне сейчас перепадет чей-то подарок так что это это то о чем я думаю да это то о чем я думаю как до нее добраться это точно моя посылка это точно мой подарок потому что это повседневная жизнь манмартра книга которую я вам недавно показывала у себя на полках которую я распечатывала самостоятельно читала распечатанном виде она у меня вся разваливается непонятно какого вида ее даже уже перечитывать физически невозможно и сергей мне отправил нормальную уже копию которую можно читать перечитывать хоть пятьдесят тысяч раз очень люблю эту книгу вот она очень раскрасила мне поездку в париже 2018 году потому что здесь очень много интересных фактов интересных историй которыми я напитывалась а потом делилась с окружающими так что спасибо огромное теперь я смогу ее перечитать как раз мой приезд из парижа будет не такой болезненный и грустный мне покажется что я все еще там наконец моя амнезия прояснилась книжку мне подарила надя за что и огромное спасибо но вероятно ее отправлял прям напрямую ко мне букинист поэтому имя сергей на конверте вот запуталась в общем надя спасибо огромное следующая посылка от санта клауса по имени тамила которая за два месяца порадовала радует меня уже третий раз совсем недавно я вам покупках во влогах показывала подарки от тамилы вот сейчас еще одна коробочка пришла мне аккурат ко дню святого николая и опять же сделала мой приезд из франции не таким болезненным потому что я сразу же с аэропорта побежала на почту заниматься тоже очень приятными вещами до забирала свой подарок сейчас мы освободим коробочку от пленки так жалко распаковывать они лежали меня под елочкой ждали несколько дней и мне так нравилось это ощущение и предвкушение скорых подарков так я знаю только одну книгу из того что должно быть в этой коробочке но по ее весу и размеру вроде как она здесь не одна так первое это маленькая такая открыточка наклеечка вот дальше очень красивая девочка на елку я на елку и вешать не буду повешу у себя над столом о-оп-оп-оп или на полке так дальше такая веточка серебряная тоже на елку дальше огромное количество чая и моих любимых конфет птичье молоко конфеты конфеты чай малиновый я такой не видела это малиново клубничный какой-то гринфилд так чай чай капучино ух я попьюсь об объемся орео так уже не влазит просто в руку одну боб этот улитка боб мой любимый полезный мармелад так еще пташины молоко вы просто посмотрите на это я только приняла волевое решение не есть много шоколада оно откладывается до следующего года конечно же как и большинство моих волевых решений и печеньки с малиной вот такая горища конфет напитков вкусностей и это еще и не все потому что здесь если это все обратно сложу еще и книжечки так коробочку я положу вниз что опасно потому что у меня здесь один хищник пасет ой точно я вспомнила что еще здесь должна была быть за книга во первых роберт ирвин алжирские тайны мне нравится роберт ирвин мне нравится его такое хулиганство в книгах что он делает все что хочет вообще мне очень понравился его роман про уборку про все всю книгу женщина убирала квартиру как это можно было сделать интересным вот роберт ирвин смог и чем заслужил мое глубочайшее уважение поэтому я все планировала читать его дальше и вот теперь у меня будет такая возможность сколько подарков все завалено подарками я даже не знаю куда все это складывать и вторая книга то что я очень сильно хотела это ричард бротиган чудовище чудище до чудища хоклайнов а здесь три его романа в сборнике чудища хоклайнов это готический вестерн а потом грезы о вавилоне час насыскной роман 1942 года и генерал конфедерации из бексура вот так то я очень хотела грезы вавилона я даже готова была их купить в старом издании от азбуки классики за сумасшедшие деньги но когда увидела что выходит этот новый сборник конечно же загорелась и меня заинтересовал готический вестерн очень сильно так что знакомства с ричардом бротиганом продолжается и открыточки зимний пейзаж макри я как раз думаю себе сделать прям в рамочки какие-то картины красивые и повесить над столом. Теперь будет еще дополнительно материала. Томила, спасибо большое, ты меня разбаловала, просто уже до безобразия какого-то, еще и разъела меня. Если в следующем видео мое лицо не поместится в кадр, знай, виновата ты. Мне придется покупать вторую камеру, чтобы меня снимало две, и я поместилась, потому что такое огромное количество сладостей и интересных книг точно запрет меня дома, обездвижит, и наверное, мои планы похудеть в 2022, точнее, прийти в спортивную форму, не сбудутся. Но спасибо тебе огромное за это. И последняя посылка от Маши. У Маши есть свой канал, который я очень люблю, так что оставлю его в описании. Переходите по ссылке, смотрите видео, возможно, вы откроете для себя нового любимого блогера, так что мне было очень приятно получить от Маши подарок, весточку, в черном пакете, в таинственном и страшном черном пакете, что же там. открыла пакет, в пакете таился пакет, открыла пакет, в пакете таилась коробка. Видимо, коробка очень пострадала, поэтому ее завернули в 20 пакетов, но ничего страшного, потому что содержимое, скорее всего, не пострадало. Так, я сейчас вам поднимаю, показать, а сама вчитываюсь быстренько. Вот сколько здесь тоже крутейших подарков. Итак, инструкция позвать Дживса. Дживс спит. Ну, я его позову. Открыть сверток, извлечь содержимое, положить Дживсу в ротик. Ам! Ладно, идем. Так как Дживс у нас барин и не приходит на зов, а к нему все должны приходить, то я вот уже принюхивается. Вот! Охотничья собака сразу чует, через пакет даже, что это для него. Подожди, Дживс. Сначала нужно открыть пакет. Ты что, инструкцию не читал? Потом извлечь содержимое. А уж только потом положить в ротик. Хотя ты, возможно, не согласен с этим. Так. Ого! Что-то там очень вкусное, по-моему. Он мне сейчас руки съест. Дживс! Дай открыть пакет или ты с пакетом хочешь? Так. Что здесь? Лакомый кусочек. Джерки или джерки из говядины. Ну, выглядит аппетитно. Я бы тоже себе такое в рот положила, но Маша строго-настрого приказала только Дживсу. Я слушаться не могу. сейчас пьет. На, Дживсик. Да, проверь, что мы тебя не травим. Отойди, чтобы я не отобрала. Так аппетитно чавкает? Вот так бы всегда, да, Дживсик, пробуждаться от того, что кто-то хочет накормить тебя вкуснейшими джерками из говядины. Все. Достаточно. Дживсик, скажи спасибо, Маша. О, вот так. Еще скажи. Скажи. Ой, вот так, молодец. Теперь вы будете слышать все оставшееся видео. Звук миски Дживса и его чавканье и хруст. Потому что у господина разыгрался аппетит и ему пришлось насыпать ужин. Так, Аэрофлот. Это косметичка или что это? Шоколад ручной работы. Ничего себе, я думала, это мыло. Хорошо, что я прочитала, а то бы руки намылила. Так, дальше. У, чай из трав. Обожаю чай из трав. Здесь еще и ромашка, малина, по-моему. Мята, листья кипрея, ферментированная ромашка, листья земляники. У, ягоды земляники. Это должно быть очень вкусно, мне кажется. Дальше. Вырасти дерево мелиса. Набор для выращивания. Интересно, зимой этим можно заниматься? Круто, здесь земля. Керамзит для дренажа. Или дренажа? Дренажа. И малепусенькие семена. Джипс, ты опять вывел все мясо, а корм оставил, да? Молодец. Блин, я надеюсь, этим можно заниматься зимой, потому что я такие штуки обожаю. Конечно, не всегда у меня получаются успешно, но я стараюсь изо всех сил. Представляете, через 10 лет буду вам видео снимать, а на фоне у меня будет мелиса расти. Было бы клево. Так, дальше. Ух ты, какой красивый шоколад. Премиум бельгийский шоколад. Черный шоколад с лимоном и перцем. Вау! Это тоже должно быть очень вкусно. Без винишка не выжить, но сама его покупай. А это так, добавка. Меня дважды просить такое не надо. Это для глинтвейна набор, я так понимаю. Я как раз Ване вчера говорила, что очень хочу глинтвейн, так что теперь у меня просто нет выбора. Слишком часто я говорю, как раз, представляете, какое совпадение, может выглядеть, что это надумано, но на самом деле действительно постоянно очень много совпадений. Маша знает мою главную жизненную страсть. Это не выращивание цветов, не шоколад, это чипсы нори. Просто как дотерпеть теперь до конца видео и не съесть их. Так, это что-то таинственно круглая свеча какая-то что ли. Да, кофе мокко. Если она пахнет в жизни так же, точнее, когда горит так же, как и просто в банке, я себе закажу таких из России 70 штук. Вот на всякий случай, как она называется. Я думаю, к моменту, пока буду монтировать видео, я ее подожгу и напишу вам, она пахнет в жизни или не сильно пахнет. Книжка может понравится, а может и не понравится. Может интересно, а может и нет. Я думаю, Маша, ты в чем-то точно попадешь в цель, где-то ты точно будешь права. Может понравится, а может и не понравится. Итак, что же это за книга? Давайте погадаем. Она красная. Красная. А здесь синяя. пока что не очень помогло. А ну-ка. О, я знаю, это Йоко Агава. Да. И какое толстенькое письмецо. Уважаемая Алиса. Обнимашки можно? Маша, ты еще спрашиваешь. иди давай сюда обнимемся. Смотрите, какая открытка с Фридой Кала. Бам! И вот такая есть еще с Новым Годом. Мамочки, уже Новый Год. Так, теперь по поводу Йоко Агава. Я, честно говоря, уу, здесь еще и закладка с Клинтом, и еще закладка, и еще открытка. Воу, сколько здесь еще всего в этой книжке запрятано. Я, честно говоря, не особо знаю точно, о чем здесь. Я в этой книжке много довольно слышала на Буктюбе зарубежном. Там ее очень любят. Вроде как она о том, что начинает полиция специально стирать людям из памяти какие-то понятия о вещах, например, там, голуби. Сегодня мы все знаем, кто такие голуби, но следующий день мы вообще не имеем представления, что это, мы не знали о их существовании, они просто стираются из нашей памяти. И так вот потихоньку, я так понимаю, они начинают стирать абсолютно все. Что-то должно быть страшное, таинственное, какое-то, я не знаю, приключенческое. Так что посмотрим. Действительно, Маша была права, может понравиться, а может и нет, кто знает. Маша, спасибо тебе огромное, еще одни крепкие-крепкие тебе обнимашки аж в Москву за несколько тысяч километров. Спасибо огромное всем моим Дедом Морозом, Санта-Клаусом. Вы раскрасили мой праздник яркими красками. У меня Новый год наступил даже чуточку раньше. Столько подарков найти под елкой, еще и не в Новый год, а 23... 25 декабря. Это, конечно, очень клево. Спасибо вам огромное. желаю вам таких же прекрасных эмоций получить, как вы доставили мне. И спасибо огромное всем зрителям. Я думаю, это будет последнее видео в году, в 2021, поэтому с вами так вот попрощаемся, увидимся в следующем году, аж через целых три или четыре дня. желаю вам, друзья, чтобы следующий год был гораздо-гораздо лучше предыдущего, чтобы все были здоровы, самое главное, чтобы все любили мой канал, самое главное, продолжали это делать, чтобы все начитали много-много клевых книг, которые попали в любимое, и чтобы было много возможностей баловать себя, покупать себе книг, путешествовать, Джипс присоединяется к поздравлениям. Мы вас всех крепко обнимаем до следующего года, до следующего видео. Джипсик, пожалуйста. Джипсик, идем обнимемся со зрителями. Джипсик, посмотри в камеру, хоть секундочку. и давайте пожелаем Джипсу, чтобы мы его наконец-то подстригли в следующем году. А то никак не доведем его до стрижки. У Джипса к машиной коробке все еще много вопросов. Например, почему так мало? Да, Джипс? Где еще? Где еще говядиня? Говядиня. Говядиня.